Сегодня у нас в гостях на выставке профессии «Путь в будущее» Ирина Рудакова, врач-акушер-гинеколог. Ирина, скажите, пожалуйста, вот вы стоите буквально на рубеже рождения новой жизни. Как вы думаете, лет через 50 или 100 как-то изменится ваша профессия? Да, конечно, изменится. Дело в том, что уже сейчас происходят кардинальные изменения в плане демографической обстановки. В Европе, в России количество родов уменьшается, количество детей на одну семью уменьшается, но в то время как в странах третьего мира там наоборот. То есть 3-4-5 детей – это норма. Поэтому это те реалии, те демографические проблемы, которые сейчас уже пытаются с помощью всяких социальных программ решить. Ну и в общем-то через 50 и 100 лет ситуация, я думаю, серьезно поменяется. Вообще, ну во всем мире, не только в России. И что еще по поводу продолжительности жизни, продолжительность жизни, тем не менее, увеличивается. И такое направление, как гериартрия, то есть направленность на более взрослые, старшие, так сказать, старших пациентов, они тоже сейчас в приоритете. То есть будут появляться старородящие матери? И в том числе, дело в том, что на сегодняшний день в России, так же как и в Европе, в общем-то в Соединенных Штатах, сейчас есть такая тенденция к увеличению возраста первородящей женщины. Решаются какие-то жилищные проблемы, карьерные вопросы, и только после этого уже семья принимает решение к рождению ребенка. Вот, естественно, это приводит к некоторым, ну так скажем, особенностям вынашивания беременности, потому что забеременеть в 20 лет и, соответственно, забеременеть в 40 лет, ну это будут совершенно разные беременности. Вот, и разумеется, проблема бесплодия, она сейчас очень актуальна, и в том числе проведение, да, лечение этого бесплодия, то есть вспомогательные репродуктивные технологии. Если даже 10 лет назад, когда я начинала работать, и тем более 20 лет назад, это были вообще единичные случаи, то сейчас по нашему отделению где-то каждая третья, четвертая женщина, мы же работаем с патологией, в основном после ВРТ идут. Вот, то есть тут есть тоже свои нюансы в плане многоплодных беременностей, ну и других моментов, которые вот имеют для нас значение, скажем так. Смогут ли заменить руки врача, руки робота в будущем? К этому уже идет, но это не то, чтобы заменить, а, как сказать, усовершенствовать, скажем так. То есть на сегодняшний день одна из самых совершенных моделей роботов – это робот-да-винчи. Он есть не только в зарубежных странах, он есть и в России, в Санкт-Петербурге. То есть это очень крутой робот, который имеет три консоли. Консоль хирурга, консоль пациента и консоль технического зрения. С помощью этого робота можно делать уникальные операции, но хирурга все равно никто, конечно же, не заменит. То есть это помощник, он уменьшает число осложнений, помогая делать операции бескровными, более точными, но не без человека. Какой совет молодым родителям вы могли бы дать? Молодым родителям… Какой неожиданный вопрос в плане медицины, да? Наверное, не бояться, не бояться вот все, что связано с детьми, потому что изменяется сильно жизнь, это волнительные моменты и много всяких. Но, тем более, сейчас информации очень много. Как правильно планировать беременность, какой кружок наилучший, да, какая одежда, какой порошок. Эти вот тонны информации, они, конечно, вызывают панику зачастую, но не надо паниковать, нужно просто вот решаться это. Это круто, это счастье, это здорово. Спасибо.